Красноярскому трамваю власти прочат большое будущее. В ближайшие годы начнется модернизация путей по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий», будут закуплены новые комфортные трамваи, построена новая линия справа берега до Солнечного. Трамваи наряду с метро станут чуть ли не главным транспортом города, быстрым и экологичным. Причем строить и модернизировать ветки будет частный инвестор. С ним заключат консессионное соглашение. Инвестор должен будет модернизировать переданную ему инфраструктуру, построить трамвайную ветку в микрорайон Солнечный через Октябрьский мост и улицу авиаторов. Также инвестор должен будет приобрести 52 секционных низкопольных трамваев. Срок действия консессионного соглашения 20 лет. Созданная инфраструктура и движимые объекты передаются городу по истечении срока соглашения. Сейчас мэрия выставила на торги трамвайное хозяйство и ищет подходящего инвестора. Один уже точно есть – московская компания «Мависты регионы Красноярск». Именно она выступила инициатором консессии. Фирма зарегистрирована в столице в апреле прошлого года. Ее уставной капитал всего 100 тысяч рублей. Если она выиграет торги, то получит землю с путями на Красрабе, трамвайное депо, сети, необходимые для электропитания вагонов, а еще 52 миллиарда рублей из бюджета за 20 лет. Плюс более 20 миллиардов в качестве займа, предположительно, от госкорпорации ВБРФ и Фонда национального благосостояния. Депутат Роман Крастелев не понимает, если у государства есть такие деньжищи на трамвае, зачем в этой схеме вообще нужна частная компания? На мой взгляд, из последних, наверное, лет самая наглая какая-то такая схема вывода бюджетных средств с, в данном случае, бюджета города Красноярска. Зачем мы будем давать возможности для потенциального роста бюджета? Нет. Предоставили. Вот сейчас вот будем биться и будем пытаться убеждать с помощью общественности, привлечения внимания средств массовой информации к вот этой проблеме. Трамвайное хозяйство необходимо модернизировать, но выбранный мэрией путь максимально непрозрачен, считает председатель профсоюза Красноярского электротранспорта Нина Михалева. Вопросов слишком много. Что будет с нынешними работниками трамвайного депо, когда его передадут в аренду москвичам? Зачем ремонтировать пути на Красрабе, которые уже модернизированы по передовой технологии? И почему миллиарды на развитие не передать напрямую горы электротрансу? У него и специалисты, и слаженный коллектив, и огромный опыт. Ответов нет, поэтому пока схема кажется странной. Мы за то, чтобы она была, но она должна быть прозрачной изначально. И мы это хотим. Если этого не будет, я считаю, что это будет афера 21 века в Красноярске. Я говорю, почему мы не можем сами взять, и депутаты задавали, почему мы не можем сами взять кредиты? Ну, сказали, что городу такой кредит не дадут. Чем Красноярск хуже частной московской фирмы, не ясно. Источники считают, что интересы мовисты лоббируют влиятельные бизнесмены, вроде Сергея Чемизова и братьев Ротенбергов. Новости ТВК направили официальный запрос в компанию, но ответа пока не получили. В любом случае, коллектив трамвайного депо Красноярска приходу москвичей опасается. Часть депутатов Гурсовета считает, что пока не поздно, в дело должна вмешаться прокуратура. Торги на консессионное соглашение еще не закончены, а значит, время для скурпулезной проверки еще есть. Виталий Поляков, Кирилл Иванов. Новости ТВК.